а здравствуйте меня зовут евгений попов в этом видео расскажу вам про полезную программу на которую сам недавно наткнулся и она у меня прижилась она называется web drive она позволяет вам подключить определенные ресурсы такие как ваш сайт такие как google drive сервис amazon s3 для хранения файлов в виде отдельного виртуального жесткого диска то есть как у вас допустим есть час диск c там диск е диск h у меня вот например то здесь можно будет подключить допустим диск n который будет полностью как бы зеркалом вашего сайта то есть туда можно будет заходить видеть сразу все файлы своего сайта сразу их оттуда копировать закачивать туда то есть работает со своим сайтом по сути как с отдельным жестким диском сейчас вы это все на примере увидите после установки программы web drive вы должны будете увидеть вот такой интерфейс программа это на самом деле платная но 30 дней она работает в полном в полном функционале совершенно бесплатно то есть за 30 дней вы можете ее потестировать и уже через 30 дней точно знать прижилась она у вас или нет и стоит ли ее покупать или нет итак давайте попробуем подключить какой-нибудь сайт в виде жесткого диска я нажимаю кнопку new здесь нужно выбрать что именно мы будем подключать в виде отдельного диска я пробовал подключать dropbox amazon s3 google drive все прекрасно работает вот сейчас покажу как подключить обыкновенный сайт выбираем для этого ftp соединение обычное нажимаем далее здесь указываем наш ftp сервер если у вас хостинг провайдера дал конкретных теперь сервер прописывайте его сюда вот и обычно ftp сервер совпадает с адресом вашего сайта поэтому я просто пропишу сюда тестовый сайт свой и здесь указываем логин и пароль для ftp доступа так все нажимаю тест connection у меня происходит от тестовое соединение мне пишут что все соединение успешно установлена нажимая close и нажимаю далее здесь указываем как будет называться этот диск то есть вот что будет написано в описании здесь вот у меня например bootcamp macintosh а здесь будет написано то что вы пропишите вот сюда я оставлю адрес сайта здесь я сразу советую поставить еще галочку соединяться при запуске программы чтобы автоматически этот диск подключался и здесь можно еще выбрать букву для вот этого виртуального диска так все нажимаю готово вот он не здесь появился теперь нужно соединиться правой кнопкой мыши connect так здесь я показываю на примере бесплатной версии то есть еще не оплаченной поэтому при первом соединении вылезает вот такой окошко где нужно нажать try it все вот он соединился и если я сейчас открою мой компьютер и вижу что у меня здесь вот появился отдельный диск w который если я захожу внутрь показывает мне все содержимое моего сайта вот здесь я могу зайти в корень можно кстати прописать сразу корневую папку чтобы он автоматически открывал вам корневую папку вашего сайта для этого нужно зайти правой кнопкой мыши выбрать свойства так и здесь спуститься на connection settings ftp settings да вот root директории вот здесь мы можем указать корневую директорию в которой нужно сразу открывать так для этого я просто пропишу получается так вот она у меня корневая public html 10 hostel точка ру в моем случае у вас будет какая-то своя да окей так теперь он говорит что эти изменения будут видны только после reconnect а поэтому я сначала отключу его и затем заново подключил так так и все вот он мне теперь автоматически при доступ при доступе к этому диску открывает вот эту директорию уже корневую моего сайта очень удобно и если мне допустим быстро нужно отсюда что-то скопировать или наоборот сюда закачать то я уже не открывая никаких программ у меня просто в моем компьютере прям мой сайт уже подключен точно так же можно в виде отдельного диска подключить до amazon s3 google drive dropbox и сразу иметь быстрый доступ к этим своим ресурсам плюс ко всему допустим в том же amazon s3 как вы знаете есть такая функция что файлы имеют права доступа и через специальные программы там эти права доступа можно устанавливать или через сайт вот здесь же на самом деле тоже есть такие функции вы просто нажимаете правой кнопкой мыши на каком-то файле и идете вот в эту менюшку web drive здесь вы будете видеть дополнительные возможности которые можно использовать то есть когда вы допустим с amazon s3 соединяешься здесь есть опция открыть публичный доступ к файлу то есть в принципе эта программа позволяет работать полноценно вот с такими ресурсами и не нужно ставить отдельные какие-то клиенты для их подключения вот в принципе все что хотел здесь рассказать поэтому попробуйте я думаю вам понравится удобно когда быстрый доступ к сайту можно осуществлять прямо из компьютера в виде виртуального диска